Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая публика! Вот у меня сегодня беседуют со мной два философа. Дмитрий Геннадьевич Круглых, у него даже есть канал такой в Ютубе «Философское мнение». И Елена Борисовна Бояшина. У нее нет канала в Ютубе, но она тоже закончила «Философский». У меня есть телеграм-канал «Дорогая Елена Борисовна». У меня есть телеграм-канал «Дорогая Елена Борисовна». Так что подписывайтесь на философское мнение в Ютубе и на, дорогая Елена Борисовна, в Телеграме. Вот, так вот, значит, тема сегодня такая, самые противные философы, так, по-моему, да? Да, я даже хотел бы сказать жестче, прям, если позволите, мудаки из мира философии, чудаки на букву М, скажем так. Я просто могу сказать, эта тема у нас во взаимоотношениях с Дмитрием Геннадьевичем идет уже давно. Ну, я как-то решила сказать про самых мерзких философов, а Дмитрий Геннадьевич давал мне рекомендации. Вот, и Дмитрий Геннадьевич сегодня отборных нам подготовил идей, которые я не знала, что они были такие мерзкими, ну, кроме, наверное, Шопенгауэра, да, мы Шопенгауэра будем говорить, вот, кроме Шопенгауэра, но про Шопенгауэра я знала. Хотя на него Дмитрий Геннадьевич тоже давал мне наводочку. Ну, и вот, значит, мы расскажем о самых мерзких философах. Дмитрий Геннадьевич, вам слово. Да, я скажу, что это исключительно моя субъективная подборка вообще более мерзостных, да, то есть в философии всегда были люди, которые поступали этично и которые поступали неэтично, даже если они проповедовали суперэтику, там еще что-то, и типа вот мир, дружба, жвачка, говорили они, а сами поступали как раз наоборот, и эту жвачку не давали никому. Вот, я, наверное, постарался выбрать несколько самых таких отъявленных, мерзких, просто отвратительных людей из мира философии, опять же, это чисто исключительно моя субъективная позиция, сразу скажу, что сюда древние греки не вошли, потому что они действительно там тоже есть мерзопакостные, но просто надо давать такую отсылку, что для своего времени они, в принципе, были норм. Ну, да, то есть Мизогины, конечно, там, например, Сократ свою жену как-то вот тоже так немножко, ну, он ее любил, но очень странной любовью. Аристотель рабство оправдывал. Аристотель рабство оправдывал, да, ну, в общем-то, все, в принципе, отличались, чем-то отличались, поэтому древних греков я не взял, вот, а я выбрал самых, как мне кажется, еще раз повторюсь, отвратительных философов. Это Огюст Конт, отец-основатель социологии, наимерзотнейший человек, Шопенгауэр, который людей, скажем так, выгонял из дома так, что они руки-ноги ломали, ну, и Пьер Абеляр, просто абьюзер. Вот. Давайте, если можно, да? Да, я думаю, что в этом порядке как раз начнем, как раз начнем. Я просто можно скажу пару слов, потому что вообще каждый выпускник, кто поступал в мое время на философский факультет, знает, что Огюст Конт – отец социологии, и в основном больше ничего про Огюста Конта не знают. Немножко про Огюста Конта чуть подробнее знают религоведы, но больше, а, в общем, Дмитрий Геннадьевич, ну, вообще, вот Борис Сергеевич, когда сказал, что будет про Огюста Конта, он сказал, типа, вот, а я думал, что, типа, отец социологии – это Маркс. Нет, это Огюст Конт. Но вот расскажите же, Дмитрий Геннадьевич, про этого выдающегося человека, про которого, по удивлению, никто ничего не знает. Да, и это, на самом деле, удивительно, потому что и я тоже, когда преподаю, то есть у меня времени на социологию, когда я преподаю социологию, мне не очень много, и поэтому ты только успеваешь рассказать его закон трех стадий – социальная статика, социальная динамика. А тут я прочел его произведение прям полностью, то есть то, что переведено, по крайней мере, на русский язык, а переведено, надо сказать, что достаточно мало, и прикоснулся к его биографии. И тут покнуло, называется, потому что это оказалось, то есть когда я начал читать его произведение, у него были очень странные идеи. То есть надо сказать, что, ну, это то, что, в принципе, всем известно, что к концу своей жизни он поехал крышей настолько, что сказал, что вообще-то социология должна быть религией. Ну, он не совсем социологию имел в виду, он ее называл религией человечества. Ну, типа, теизм. Из теизма мы вычеркиваем, выпихиваем Бога, и вместо этого вставляем невозрожденческого идею человека, а мы туда ставим идею всего человечества, идею человечества как такого организма, и, естественно, это забота о других, но очень интересно, как его вот эти вот якобы достаточно либеральные идеи, они шли, скажем так, он был вообще невероятным конъюнктурщиком. То есть вот Агюст Конт, и вроде бы, да, вот его такая вот судьба, она, с одной стороны, очень интересная, захватывающая, это такая история одной шизофрении. То есть как из, в принципе, ничто не предвещало беды. То есть у него были, ну, да, достаточно хорошие родители, немножко присыпанные, скажем так, католицизмом, но с кем не бывает. То есть ему это очень не нравилось. Он был действительно очень энциклопедически обученным мальчиком, очень в себя вбирал хорошо, и что с ранних пор было уже понятно, он не признает никакие авторитеты в плане светскости. То есть вот всяких директоров, заучей, переводя на современный язык, он вообще не признавал. И, естественно, они на него гнали телеву. Но кого он признавал? А признавал он только учителей, потому что они были носителем знаний, знания – это хорошо, и, естественно, учителя-то за него вступались. И надо сказать, что его жизнь, она так или иначе связана с математикой. И когда я вот это вот вообще так анализировал немножко, мне это показалось история, которая напоминает историю про Фоменко отчасти. Потому что, да, Фоменко, который вот это вот с псевдоистории лезет и так далее. То есть история-то на самом деле тоже очень похожая, потому что Агюст Конт на самом деле он всю жизнь выезжал за счет математики. То есть он всю жизнь преподавал математику. То есть у него там было еще несколько работ, но, в принципе, в основном он преподавал математику, и он за этот счет выезжал. Это был фактически единственный его доход. То есть у него там были донаты, ему англичане еще платили, но об этом чуть попозже. И вроде бы начиналось все хорошо. Он даже вылетел из политехнической гимназии. То есть его после того, как он отучился в школе в 15 лет, он пошел в политехнический, вот это, я не помню, как она там, гимназия, лицей, ну, в общем, там вот школа. Политехническая школа, тоже на современный язык переведу, колледж. В общем, пошел он, собственно говоря, в колледж. И в этом колледже, доучившись до второго года, он заступился за первокурсников. То есть он написал, в общем, там какой-то преподаватель наехал на первокурсников, и Агюст Конт и многие другие написали, что письмо, а вообще не пошел бы этот преподаватель далеко и надолго. То есть это было в очень грубой форме, и его фамилия стояла одной из первых. И давно с этим, в принципе, с оплотом свободомыслия, потому что это, в принципе, был один из таких оплотов свободомыслия, который, в принципе, политическому центру не особо нравился. Ну и, конечно, воспользовались ситуацией, и Агюсту Конта с ним распрощались. Ему сказали, мальчик, давай, пока-пока. Вот, и с незаконченным высшим образованием ему пришлось вернуться обратно домой. Понятное дело, ему это не особо сильно хотелось, плюс он женится. Это женитьба на Каролине Массин. Я, кстати, не знаю, где правильно здесь ударение точно ставить, но это вот будет несчастная женщина. Они же французы, я так понимаю. Да, 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 французы. Когда Массин? Массин. Вот, и, соответственно, с которой это будет не по любви, но и не по расчету. С которой он пробудет 17 лет. Долгие 17 лет, которые принесут, сразу спойлер, невероятно много бед. Это история таких, знаете, Мастера и Маргарита. Вот у нас с вами сегодня как минимум два персонажа будут Мастера и Маргарита. То есть вот такие вот тоже достаточно отвратительные. Вот, скажем так, она в него верила как в ученого. Вот, то есть он, и она действительно на алтарь вот их судьбы положила и свою судьбу тоже. Вот, потому что она ему и как бы помогала, была с ним постоянно рядом и так далее. Но у Конта действительно на его вот этих вот перипетиях жизненных, карьерных, у него все не складывается, не получается. Все очень-очень плохо, потому что сначала он знакомится с Сан-Симоном. Он у него работает как раз секретарем. Они общаются фактически шесть лет, но не выдерживают, поругались из-за авторских. Дмитрий Геннадьевич, вы здесь? Дмитрий Геннадьевич, Дмитрий Геннадьевич, Дмитрий Геннадьевич, Вы меня слышите, Борис Сергеевич? Слышите? Ну, пока, может, Дмитрий Геннадьевич к нам сейчас придет, а я расскажу, кто такой был Сан-Симон. Это был основатель школы утопического социализма. Это известная у него книжка «Новое христианство. Катехизис индустриалов». Вот, вообще, так сказать, ну, он тоже был таким немножко атеистом, сказал, что там не хочет причащаться своему отцу. Вот, и так далее, и так далее. И вот как раз занимался философией. Вот, там, в общем, занимался, что надо не только все частные науки, которые стоят на каких-то частных точках зрения, привести к общей, потому что все частные науки – это некоторые элементы другой большой науки. Вот, и он, конечно, говорит о том, что необходимо Франции и Англии вместе с друг с другом сочетаться. Вот, Дмитрий Геннадьевич, вы вернулись, да. Я просто про Сан-Симона рассказывала, и у него песня была «Новое христианство», где он говорит, что есть божественное происхождение, но, в общем, людям все равно она полностью недоступна. Да, поругался он с Сан-Симоном. Вот, да, и, собственно говоря, все были неправы. Каролина Масси написала, что они оба виноваты. Собственно говоря, разговор пошел от трех стадий. Ну, мы вот привыкли говорить, что закон трех стадий – это закон Агюста Конта. На самом деле, вот у них по поводу этого был достаточно большой вопрос, кому этот закон трех стадий принадлежит. На самом деле, вещь очень банальная, очень простая о том, что, ну, человечество проходит три стадии – теологическое, метафизическое и, соответственно, научное. То есть в конце человечество должно прийти к науке и понять, что вообще, в принципе, работать лучше, чем воевать. Вот, то есть он там самую такую, ну, то есть он считал, что захватнические войны, они работают на уровне теологическом, на уровне метафизическом работают оборонительные войны, а на уровне научном, ну, уже не надо воевать, ну, потому что вы и так сами все производите. Вот, то есть, ну, вот такие достаточно интересные аспекты, но мне кажется, что мысли достаточно банальные и для того века они вот витали. Но это действительно стало таким одним из камней преткновения, то есть они не только из-за этого поссорились, но, в общем, поссорились. То есть, видимо, они что-то вот там совместное придумали, вот, придумывали, и так и не смогли это никак поделить. Ну, к сожалению, так и не смогли это никак, никаким образом поделить. Вот, и, собственно говоря, на этом фоне у Гюста Конта начала ехать потихонечку крыша. То есть, там его вот эта вот Каролина Массин, она пропадала, то есть, на некоторое время, и, ну, это по словам Конта она пропадала, поэтому мы точно не можем сказать, действительно было так, потому что потом он обвинит ее вообще в том, что она проститутка. То есть, причем сделает это настолько некрасивым образом, он это сделает так некрасиво, что даже она прифигела. На протяжении 17 лет он, то есть, у него едет крыша, он ей, то есть, они постоянно ссорятся, то есть, это вот история про постоянные ссоры. И он, значит, пишет письмо, что, дорогая, я вот сейчас ухожу, не тревожь меня, и он уходит. Ну, она его день и ждет, условно говоря, она его день как-то вот ждет и, соответственно, отправляется на его поиски. Вот, она его находит в абсолютно невменяемом состоянии. Она его находит в абсолютно невменяемом состоянии, тащит, фактически его, пытается тащить его сама домой на себе. Этот клоун, уж, простите, я так по-другому не могу сказать, он решает просто взять и упасть в реку. Более того, он ее еще цепляет с собой. Вот, а Каролина Масси... Очень по-французски, я бы сказала. Насколько она была сильная, в общем, там есть вот эта вот такая мифическая история, что она зацепилась за корень дерева, сама другой рукой держала Агюста Конта и выкарабкалась. И третьей рукой, да. Вот, и да, и каким-то макаром чудом она оттуда выкарабкалась, вытащила Агюста Конта, и действительно она его поместила на некоторое время в психиатрическую лечебницу. А вот тут и начинается сериал «Великолепный век», потому что тут приезжает мама Агюста Конта, ей там, по-моему, 60 лет на этот период времени, вот, который, брак-то, вот это вот вообще не нравился по одной простой причине, потому что, о, Господи, ужас-то какой, они были не повенчаны. Я же сказал в самом начале, что... Это нет, про это не сказал, это большой удар во Франции того времени. Да, 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 они были не повенчаны, но у них был обычный человеческий гражданский брак. А гражданский брак в каком смысле? Это вот... Гражданский брак в смысле заключенной на бумаге. А, то есть они... У нас гражданский брак – это сожительство. А во-все, брак, который подтвержден, да, прошу прощения, не гражданский, а светский брак. Вот, да, значит, вот это вот действительно, то есть это был светский брак, но в церкви они не венчались. И для родителей это было, конечно, очень большим ударом, и они решили вот эту вот Каролину Массин немножко отодвинуть. Но Каролина сказала, мужик мой, все мое, никому не отдам. И так или иначе, его матери не удалось это, ну, как бы провернуть, эту аферу, потому что она хотела полностью оформить опекунство над своим сыном. Хотя надо признать, что его родители, они не особо-то ему всю жизнь деньгами-то помогали. Вот, то есть там не было вот какой-то прямо такой сверх- и суперзадачи. Вот, и после, да, ну, как я уже сказал, вот он в нее ножи кидал, то есть вот просто так, еще не сказал, вот, значит, он в нее кидал ножи, вот, то есть их ссоры доходили до того, что он просто кидал в нее ножи. Он ее, и чем дальше, тем хуже. Через 17 лет крака уже стало понятно, что такая жизнь невозможна. Абсолютно отвратительна, она абсолютно ужасна, и они решаются развестись. Ну, все спокойно, они разводятся. И тут Конт влюбляется, и, кстати, не знаю, может быть, это чуть-чуть и пораньше случилось, но он влюбляется в такую женщину, которую зовут Клотильда Дево. То есть он влюбляется в такую женщину, которую зовут Клотильда Дево, писательница, неудачный брак, вышла за какого-то чувака из тюрьмы, скажем так. Ну, его потом просто посадили. Вот, и у него было к ней такое очень платоническое влечение. Мы это потом увидим в его произведении. И вот здесь просто надо понимать, что это, как мне кажется, это как раз тот камень преткновения, который сделал его работу, потому что в его работе женщина занимает фактически ключевое место. То есть он там создает культ женщины. Но этот культ женщины какой? Он очень странный. Он запрещает женщине выходить. То есть развод это запрещено. Если у женщины умер муж, то вот она должна быть вечной вдобой. То есть вот у него вот такие вот идеи. Но при этом он дает главенство женщины в семье. Это какой-то, знаете, как мне кажется, Захер Мазох, который вот Венера в мехах, поклонение вот этой женщине. Мне кажется, вот здесь было вот что-то такое тоже от Мазоха, условно говоря. Вот это вот поклонение такое, она же абсолютно недоступна. Служение, служение, служение. Даже не служение, а вот это вот «я тебя хочу», вот это вот такая постоянная абсолютно страсть, которая остается без ответа. Потому что в письмах она ему вроде как соглашается с ним пойти на свиданки. Потом говорит, вы знаете, я что-то тут подумала, свиданка это, конечно, хорошо, но с вами я не пойду. Вот, ну в общем, она его динамила до последнего. Динамила настолько, что Конт вообще попросил похоронить, насколько это будет возможно, себя рядом с Флотильдой де Вон. Кстати, я знаю, она очень трагически умерла. Они впервые пошли на свиданку вроде как вместе. И более того, они должны были слушать вообще величайшую трагическую оперу. Значит, Денецетти, назывался она Лючия Делемирмур. Вот, и в общем, ну в итоге, естественно, все умерли в которой. А они, в общем, послушали, и у нее она вдруг начала кашлять кровью. Ну, у нее бессонница. Врачи не сказали, что у вас типа сердце болит. Вот, ну а вообще это была откровенная чахотка. Вот, он ей, Конт, она очень сильно заболела. Конт, значит, ей говорит, давай, переезжай ко мне. Она говорит, да нет, нет, я у себя. И она, в общем, умерла. Хотя она написала вот где-то письмо Конту. Вот, и в общем, вот такая вот история была. То есть, в общем, впервые сходил. Впервые парни улыбнулся с удачей. Вот, и в общем, после свиданки с ним женщина начала болеть. И, в общем, умирает. Да, при этом надо сказать, кто Коппери-то его приучил. Каролина Массин, это она его заставляла. Потому что Конт, на самом деле, был потрясающим человеком. Вот никогда не, вот если кто это слышит из гуманитариев, вот никогда не будьте как Конт. Потому что этот уникальный молодой человек занимался тем, что он не читал газет абсолютно. Он не был ни в какой современной повестке. То есть, вот ему как в школе и там в колледже объяснили какие-то знания. То есть, имеется в виду, не то, что он газет не читал, он даже научных журналов, насколько я понимаю, не читал. Он и не читал, и там и не публиковался. И это вот была очень большая проблема. Это, конечно, ко мне тоже по претензии, вот у меня из предыдущего места работы говорит, Дмитрий Геннадьевич, где ваши статьи, где ваши статьи. Я говорю, вы знаете, у меня по 20 пару недель, мне некогда писать. Пусти, но тогда было гораздо проще опубликоваться. Я помню, господи, по-моему, это был кто-то из анархистов, который говорит такой, Кропоткин, что грустный был год. Я всего 307 статей опубликовал, мало работал. Вот, и здесь, собственно говоря, здесь происходит та же самая история. То есть, вот это вот, да, Каролина Массина, она его хотя бы на оперу, она его вытянула. То есть, вот из всего этого, и он потащил вот эту Клатильду Део. Естественно, Каролина Массина, естественно, это крышу-то сорвало на эту тему, типа, дорогая. 17 лет жизни со мной, это шутка, что ли, была? Вот, то есть, и, естественно, ее, потому что она, в принципе, придерживалась тех же каких-то... Она тоже занималась просто позитивизмом, она работала в том же самом направлении. Даже после смерти Конта она от этого не отступила. Вот, то есть, это тоже надо понимать, поэтому она достаточно... Женщина тоже, достаточно интересная, ее тоже называют, в принципе, философом. Вот, своего времени. А что у Конта там была за история? Вот ты начал говорить про то, что вот его вдохновило на какой-то новый тип религии, как я поняла, или какой-то вот его вершиной его была труда ей вдохновена. Ты не мог бы рассказать поподробнее, что там у него за идея с религией была какая-то? Ну, в общем, да. То есть, во-первых, он сказал, что... Ты говорил, как кому-то он письма какие-то писал тоже довольно интересно. Да, по поводу писем, но это было то, что он пытался, действительно, типа, я придумал религию, давайте сейчас все в нее будем верить. Единственные, кто на это купились, это англичане. Надо сказать, что Миль в своих письмах ему очень активно отвечает. Хотя у них были тоже свои перипетии, потому что Агюст Конт, несмотря на свое поведение, но он еще, типа, профеминистский еще вот для того времени. Относительно Миля, который говорит, что права женщин, не слышал о таком. И на этом фоне, естественно, Агюст Конт выглядит таким вот феминистом и так далее. И с Милем тоже переписывается, на самом деле, достаточно много и прилично. Англичане ему, что называется, донатят. Но даже потом, поток английских денег ему, ну, скажем так, мягко говоря, перекрывается. То есть вот есть такая проблема, которая здесь будет. И он из-за этого поссорился с Милем. А он не перекрыл как-то донаты, что ли? Нет, 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 там просто были друзья Миля. Они такие, ну, слушайте, ну, вот у нас как бы уже деньги заканчиваются, мы уже не хотим тратиться. Вот, Миль начал своих друзей как-то отмазывать. Ну, это как в анекдоте. А ты говорил, что он еще писал Россию. Да, 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 он писал Николаю Первому. Да, при этом при всем. То есть вот вроде как у него учение было очень либеральное. Что типа он говорил о том, что вот все должны быть равны и свободны. При этом он отрицал, что это должна быть анархия. Это, конечно же, он потом это заменял на порядок, да, то есть немножко другие термины. Он говорил, что должен быть в первую очередь порядок, организм, система и так далее. Но при этом в письме к Николаю Первому он говорит, слушайте, давайте мы, вы, конечно, не будете императором. Мы вас как-нибудь по-другому назовем, ну, типа господин главный капиталист. Вот, крепостничество тоже отменять не будем. Ну, классная же идея. Но вы примете мою религию. Более того, он еще умудрился, насколько вот, мне просто интересно, насколько надо было вообще умудриться, чтобы написать письмо в Османскую империю. Он же еще писал, типа, дорогие друзья, вы не хотите принять социологию вместо ислама? Вот, мне, конечно, было интересно посмотреть, интересно было бы посмотреть на лица тех, кто, мне кажется, это даже до царей. Кто писал ему вежливый ответ? Либо кто писал вежливый ответ. Нет, кто читал вот это вот все в первый раз. Вот. Дабы я как раз недавно пересматривал сериал «Великолепный век» и знаю, насколько там глубоко коренился ислам и прочее, прочее, прочее. Вот, представить, как вот в Османской империи вот такое вот письмо написать, ну, естественно, никто его всерьез в этом плане не воспринимал, никаких денег он в этом плане не получал. Ну, и вот, да, при этом… А он в конце себя жизнь объявил богом? Нет, он себя богом не объявлял, он себя объявил главным жрецом. Елена Борисовна, это все-таки не импедокл. Да, и не юнг, и ты юнг объявил себя богом. Вот, 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 да, но этот ни много ни мало, всего лишь главный жрец, а свою квартиру он, конечно же, объявил храмом позитивизма, храмом позитивизма и храмом религии человечества. Вот, в своем завещании он попросил похоронить с Клотильдой Дево, ну и более того, в своей любимой, в кавычках, да, Каролине Мастин, он, конечно же, неоднозначно в своем завещании указал, что, ну, вы знаете, вообще-то, вот она была проституткой. Вот, вот такой вот интересный вообще человек, то есть Каролина Мастин его спасала, ему всячески помогала, его всячески выручала, он это никак не ценил. Поэтому его учение, да, если вот вы будете смотреть, оно очень странное, оно очень витиватое, он, кстати, очень много, у меня, кстати, тоже вот были такие ощущения, что про пролетариев пишет только Маркс. Вот, что-то там про пролетариев, ну, Вебер еще. Оказывается, у Конта тоже, то есть он там вообще предполагал, что религия вот этих вот самых, в общем, будет распределяться между тремя храмами. Это храмы пролетариев, храмы философов и храмы женщин. Ну, он не совсем это называет храмами, это женские, это салоны, а пролетарские, это клубы. При этом на заседании этих клубов могут присутствовать все, но, например, если, да, в клубе философов сидят пролетарии и женщины, они не могут там принимать решения никаких. То есть они там лишены права голоса, а женщина у него воспринимается как такая пассивная сила. То есть он воспевает вот эту вот женственность, что женщина должна быть женственной, ну, вот это вот воспевание такого вот женственности и что на самом деле женщины, они гораздо более этичны. Да, вот очень, вот я даже не знаю, то есть с одной стороны это абсолютно сексистские слова, с другой стороны они абсолютно феминистичны, потому что он говорит, что женщина круче мужчин, потому что она гораздо более этичная. Вот женщина это та, кто может примирить мужчин. Вот условно говоря, вот эта вот идея, она у него появляется, у него крайне странное отношение к искусству. Он фактически говорит, что искусство не должно быть про политику, но искусство должно быть про совершенство. То есть нам на самом деле художник всегда должен показать, ну, мне тоже, знаете, вот разрывается, разрывался я внутри. Вроде мне и с одной стороны импонирует то, что он говорит, с другой стороны прийти. Потому что я понимаю, что искусство, оно всегда про политику, это разговор про политику. Но он настолько вот от этого отвлечен, он отвлечен от этой повестки, ну и, конечно же, у него есть вот эта вот идея по поводу того, что художник, естественно, вот он и представляет из себя нечто такое, скажем так, идеальное. То есть вот нечто совершенное, и искусство должно быть таким совершенным, оно должно обучать людей, ну и так далее. То есть его концепция, она очень интересна, но она абсолютно не рабочеспособна. То есть как отец-основатель социологии, и здесь, кстати, я думаю, он тоже хитрый жук, потому что в тот период времени шло такое, у всех шло такое понятие социальная физика. А он решил просто выпендриться. Он назвал слово социальная физика, социология, оно и звучит достаточно противоречиво, потому что состоит из латинского и греческого кардии. То есть оно достаточно противоестественно, но так или иначе вот он вошел, вот этот вот человек, который издевался над своей женой, влюблялся в другую, вел себя, много лет жил в психушке, считал себя главным, скажем так, деятелем своей религии. Для меня было очень шокирующе две вещи. Это первая вещь, это то, что он не читал на самом деле никаких современных исследований. Это мне немножко напоминает, знаете, вот это из серии, что диссертацию Ницше, в которой нет ни единой ссылки, и даже есть какие-то такие моменты. Я где-то читал, вот, а вторая тема, это то, что он, конечно, ну, типа, да, у нас здесь будет наука и новая религия, но крепостное право мы у вас не отменим. Да, очень в этом плане такой интересный конъюнктурщик, скажем так, но, кстати, который при этом при всем, вот он очень такая противоречивая фигура. Он же там еще со своим редактором поссорился, он выпускал там шеститомник по философии большой, он написал, прям реально изложил там про математику, про геометрию, про химию, там все попытался изложить в шеститомнике. Работа очень была большая, хорошая, я, кстати, не помню сейчас, в общем, у него были какие-то стерки с другим математиком. Вот прям непримиримая вражда. И редактор дал вот этому математику написать заключительное слово на его последний том. Ну, и у Конта действительно это очень сильно взбесило, фактически, то есть его это очень сильно взбесило. Он разругался со всеми и пошел судиться. Надо сказать, что суд он выиграл, но после этого с ним никто не разговаривал. То есть после этого он настолько подгадил себе репутацию вот этим вот судом, что с ним никто не хотел иметь дело. То есть он еще был экзаменатором. Это такой человек, который ездит по всей Франции и экзаминирует на то, чтобы люди смогли поступить. ЕГЭшник такой, карманный ЕГЭшник, скажем так. И к нему были очень большие претензии, потому что он из года в год задавал одни и те же вопросы. Соответственно, а где фактор неожиданности? То есть все уже знали, как к его экзамену подготовиться и что там отвечать. Вот это не мне, вот это мне нравится. Ему говорили... Хороший преподавать. Ему говорили, чувак, ты сделай так, чтобы, ну, как бы переформулируй немножко вопросы, вот, но чтобы, то есть нельзя было уже готовые домашние задания списать. Вот. А он все равно настаивал на своем. Ну, вот такой вот интересный был человек. На этом месте неумолимый ЗУМ прервал нашу связь. После 24 февраля мы теперь не можем платить за ЗУМ, ту небольшую сумму, которую он с нас брал. Поэтому он к нам строг. Больше 40 минут, общаться нельзя. А мы тут еще перед общением пообщались, так что все, оборвает. Вот, такие вот дела. Ну, спасибо вам за внимание. Не забудьте поддержать мой канал. Уж, пожалуйста, поддержите бедного, не очень мерзкого философа. Ну, не очень мерзкого физика. Я хоть и толстый, но вполне съедобный. Да. Как говорил наш начальник телестудии нашей. Тот, кто не любит кошек, просто не умеет их готовить. Тот, кто не умеет меня, просто не любит жирную пищу. Внизу реквизиты есть. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok